А. Решите уравнение. 9 в степени синус х плюс 9 в степени минус синус х равняется 10 третьих. Б. Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку от минус 7π на 2 до минус 2π, включая концы. Для начала перепишем. 9 в степени синус х плюс 9 в степени минус синус х равняется 10 третьих. Сделаем замену переменной. Пусть t равняется 9 в степени синус х. Тогда 9 в степени минус синус х равняется t в степени минус 1, либо единица, деленная на t. Воспользуемся заменой переменной. Тогда у нас получается t плюс единица, деленная на t. 10 третьих перенесем через знак равенства. Будет минус 10 третьих равняется 0. Приведем к общему знаменателю. Тогда у нас получается 3t квадрат плюс 3 минус 10t. Знаменатель 3t равняется 0. У нас получилась дробь. Дробь равна 0 в том случае, если числитель равен, то есть 3t квадрат минус 10t плюс 3 равняется 0. А знаменатель нет, то есть 3t не равняется 0. Решим первый через дискриминант. Дискриминант равен b квадрат, это 10 в квадрате, минус 4 умножить на а и умножить на с. Посчитав, получаем 64 или 8 в квадрате. Тогда t1,2 равняется минус b это 10, плюс минус корень из дискриминанта это 8, знаменатель 2а или 6. Тогда t1, если идти по знаку плюс, получается 3. t2, если идти по знаку минус, будет 1 треть. Сделаем обратную замену. Вернемся к х. Получается tm в степени синус х равняется 3. И 9 в степени синус х равняется 1 треть. Преобразуем. 9 можно представить как 3 в квадрате. Тогда у нас получается 3 в степени 2 синус х равняется 3 в степени 1. Во втором случае 3 в степени 2 синус х равняется 1 треть. Можно представить как 3 в степени минус 1. Тогда отсюда следует, что 2 синус х равняется 1. Во втором случае 2 синус х равняется минус 1. Разделим оба уравнения на 2. Тогда у нас получается синус х равняется 1 вторая. Во втором случае синус х равняется минус 1 вторая. Нарисуем числовую окружность и отметим наши точки. 1 вторая и минус 1 вторая. Синус х равняется 1 вторая при углах π на 6 и 5π на 6. Синус равняется минус 1 вторая при углах минус π на 6 и минус 5π на 6. Заметим, что π на 6 и минус 5π на 6 это диметральные противоположные точки. Тоже с минус π на 6 и 5π на 6. Тогда наши корни можно записать следующим образом. Х равняется π на 6 плюс πm. И х равняется минус π на 6 плюс πm. Часть а решена. Перейдем к части b. К отбору корней. По условию сказано, что х принадлежит промежутку. От минус 7π на 2 до минус 2π. Включая концы. Рассмотрим первый корень. Х равняется π на 6 плюс πm. Тогда у нас получается минус 7π на 2. Меньше ли бы равно чем π на 6 плюс πm. И меньше ли бы равно чем минус 2π. Домножим все наше выражение на 6 деленное на π. Чтобы избавиться от знаменателя и от буквы π. Тогда у нас получается. Минус 21. Меньше ли бы равно чем 1 плюс 6m. И меньше ли бы равно чем минус 12. Перенесем единицу через двойное неравенство. Получается минус 21 минус 1. Меньше ли бы равно чем 6m. И меньше ли бы равно чем минус 12 минус 1. Разделим наше двойное неравенство на 6. Тогда у нас получается минус 22 шестых, меньше либо равно чем n, и меньше либо равно чем минус 13 шестых. Выделим целую часть. Тогда у нас получается минус 3 целых 4 шестых, меньше либо равно чем n, и меньше либо равно чем минус 2 целых 1 шестая. Отсюда можно сделать следующий вывод, что n равняется минус 3. Найдем соответствующее значение x. x равняется π на 6, плюс πn, n равняется минус 3, получается минус 3π. Приведем к общему знаменателю. Получается π минус 18π, знаменатель 6. Высчитав, получаем минус 17π на 6. Перейдем ко второму корну. Минус π на 6 плюс πn. Тогда у нас получается минус 7π на 2, меньше ли по равно, чем минус π на 6. Плюс πn, и меньше ли по равно, чем минус 2π. Домножим все наше выражение на 6, деленное на π, чтобы избавиться от знаменателя и от буквы π. Тогда у нас получается минус 21, меньше ли по равно, чем минус 1, плюс 6n, и меньше ли по равно, чем минус 12. Перенесем единицу через двойное неравенство. Тогда у нас получается минус 21, плюс 1, меньше ли по равно, чем 6n, и меньше ли по равно, чем минус 12, плюс 1. Разделим все наше выражение на 6. Тогда у нас получается минус 26, меньше ли по равно, чем n, и меньше ли по равно, чем минус 11 шестых. Выделим целую часть. Получается минус 3,2 и меньше либо равно чем n, и меньше либо равно чем минус 1,5. Отсюда можно сделать следующий вывод, что n равняется минус 2 и n равняется минус 3. Найдем соответствующее значение x. В первом случае у нас получается x равняется минус pi на 6 плюс pi n. n равняется минус 2, минус 2pi. Приведем к общему знаменателю. Получается минус pi минус 12pi. Знаменатель 6. Высчитав, получаем минус 13pi на 6. Во втором случае x равняется минус pi на 6 плюс pi n. В нашем случае n равняется минус 3, минус 3pi. Приведем к общему знаменателю. Получается минус pi минус 18pi. Знаменатель 6. Высчитав, получаем минус 19pi на 6. Запишем ответ. Часть а. x равняется плюс минус pi на 6 плюс pi n. Часть b. x равняется минус 17pi на 6. Также x равняется минус 13pi на 6. И x равняется минус 19pi на 6. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх. Субтитры сделал DimaTorzok